У тех жителей республики, которые владеют земельными участками, главный страх трансформации из одной страны в другую – риск потерять свои паи. На самом деле такого не случится, заверил крымский премьер Сергей Аксенов. Правительство упростит процедуру земельных отношений. Все, кто имеет сегодня государственные акты на право владения землей, на право собственности, на объекты недвижимости, все, что касается любых государственных бумаг Украины, все будет переоформлено бесплатно за счет крымского бюджета, будет переоформлено согласно российского законодательства. Все получат новые бумаги на бесплатной основе. Никакой реприватизации не будет, спешу заверить крымчан. Все остается в прежнем формате. Работать мы будем только лучше. Условия для бизнеса и для ведения, мы уверены, сегодня в Российской Федерации лучше. Пустая украинская казна никак не способствует укреплению экономического потенциала автономии. Поэтому сейчас специалисты Совмина и Госдумы стараются найти максимально быстрый и эффективный способ финансового объединения Крыма и России. Все налоги и сборы, которые шли в казну Украины, собирает налоговая администрация в основном республике Крым, консолидируют их сейчас полностью, то есть все на своих счетах непосредственно. Сегодня мы с нашими российскими коллегами прорабатываем все варианты взаимодействия, в том числе и с Украиной. Все расчеты, которые должны были быть произведены за любые потребленные, за электроэнергию, воду, газ, свет, то есть в полном объеме поступают платежи точно так же на Украину. До проведения референдума нами будет выработана система совместно с российскими коллегами, которая будет связана с адаптационным периодом переходным на налогообложение Российской Федерации. Но это все будет после референдума буквально в течение двух-трех дней. Кроме того, премьер призвал крымчан не поддаваться на провокации Киева, ни социальные, ни экономические. Правительство говорит, что учли все возможные варианты развития событий. И Крым готов перейти в автономный режим жизнеобеспечения. Валерия Назирян, Игорь Демидов. Время новостей.